В первом видеоуроке из данной серии я показал базовую основу для пользования Photoshop. Теперь вы ожидаете большего, в частности желаете приступить к рисованию. Этот ролик всецело посвящен кистям и ластикам. Подготовка в работе начинается с нахождения подходящего инструмента для рисования в Photoshop. Вероятно, вы сразу обратитесь к панели инструментов, которые содержат кисть. Карандаш. Чуть ниже инструмент перо, здесь же заливка. Иконки всех этих инструментов выглядят аналогично реальным, которые вы традиционно используете в рисовании. Вот там же, может быть интересно, где здесь аэрограф, где маркеры и ручки. Но реальность такова, что для имитации всех вспомогательных инструментов вам понадобится только одна кисть. Давайте посмотрим на некоторые кисти в действии. Как вы можете видеть, я переключаюсь между ними. Для этого я использую скрытое меню, где изменяю образец кисти. Данная процедура возможна при активном инструменте кисть. Правым кликом мышки вызываем скрытое меню с перечнем образцов и выбираем подходящий. Здесь представлен действительно широкий диапазон кистей, и ваш выбор ограничивается только фантазией. И все эти возможности реализованы в одном инструменте кисть. Даже если работа выглядит, как нарисованная карандашом или ручкой, это работа кисти. Обладая таким арсеналом, который вы видите на экране, можно рисовать что угодно, да? Возможно, это слишком большое разнообразие для начинающего. Если говорить обо мне, то 95% времени я рисую, используя всего лишь несколько кистей. При этом у меня есть наборы 40-50 кистей, которые я также иногда применяю. Говоря в целом, для подавляющей части работы вам необходимо несколько кистей. Я уберу это изображение и покажу вам три образца, которые пригодятся всегда, из которых следует начинать. Первая – жесткая круглая кисть. Вторая – мягкая круглая кисть, она похожа на отпечаток аэрографа. И третья – это жесткая плоская кисть. Если вам нужны эти кисти, вы можете пройти на мой сайт www.controlpaint.com И в разделе загрузки «Free Download» скачать файл, содержащий только три образца. Я отделил их из списка по умолчанию и предлагаю только три чистых варианта рабочих кистей. Конечно, в любой момент вы можете вернуться к набору кистей по умолчанию. Но крайне удобно иметь под рукой очищенную панель с самым необходимым. В предыдущем видео я поделился идеей навигации в Photoshop с применением горячих клавиш. Неудивительно, что для инструмента кисть также предусмотрены важные сочетания клавиш. Вы можете использовать горячие клавиши одновременно для навигации и кистей, что безусловно сэкономит массу времени. Сейчас я собираюсь показать все возможные сочетания клавиш, используемые в работе с инструментом кисть. Во-первых, чтобы легко и быстро изменять диаметр кисти, оперируйте квадратными скобками. На клавиатуре они находятся рядом с английской буквой P. Чтобы изменить цвет кисти, не открывая окно палитры цветов, зажмите Alt. Курсор превратится в пипетку, которой вы сможете подобрать любой образец цвета на холсте. Это невероятно удобно, и в следующем видео мы будем в основном работать с данной техникой. Так что начинайте осваивать уже сейчас. Чтобы нарисовать прямую линию, необходимо зажать клавишу Shift. После чего след кисти будет строго горизонтальным или строго вертикальным. Если вам нужно провести ровную линию в любом направлении, то задача немного усложняется. Она состоит из двух шагов. Первый. Делайте клик, чтобы поставить отправную терминальную точку. Второй. Зажимаете Shift и делайте еще один клик там, где линия должна оборваться. Еще раз. Клик, Shift-клик. Описываемые сочетания клавиш предназначены для платформы PC. Если вы работаете на Macintosh, обратитесь к PDF-инструкции на сайте компании Adobe. Вы могли заметить, что в видео под названием «Кисти и ластики» я до сих пор не упоминал инструмент «Ластик». Причиной тому является идентичность инструмента «Ластик» и «Кисть», кроме одного ключевого отличия. С помощью кисти на холсте появляется пигмент, «Ластик» же этот пигмент убирает. Кроме того, они реагируют на одни и те же сочетания клавиш. Например, все изученные горячие клавиши кисти работают для ластика. Библиотека образцов кисти также делится между этими инструментами. Позвольте мне показать. Я активирую «Ластик» на панели инструментов, чтобы стереть три синих квадрата, расположенных на холсте. Начну с жесткого круглого ластика. Правой клавишей мыши переключаюсь на палитру, где выбираю мягкий круглый ластик. Результат близкий к тому, как если бы мы использовали «Ластик-клячку» в традиционной живописи. А теперь попробую применить жесткий плоский ластик. Это ближе к тому, как работает реальный виниловый ластик. И с первого видео вы помните, что мы заканчиваем уроки простыми упражнениями для закрепления техники, изученной во время просмотра. Сейчас я продолжу начатую традицию, и мы поработаем над техникой кистей. Очень важно использовать горячие клавиши, потому что это основная идея урока. На первом примере с жесткой круглой кистью я покажу, как выполнить задание. Выбираю синий цвет и начинаю рисовать вертикальные линии. Каждая последующая линия шире предыдущей. Я удерживаю клавишу «Shift», чтобы линии были строго вертикальные. Таким же образом я рисую горизонтальные линии. Теперь можно попробовать рисовать кривые. Я буду вести линию слева направо от светлого к темному. Повторяю, увеличивая толщину кривой. И, наконец, использую технику «Клик», «Shift», «Клик», чтобы создать прямоугольник и пересекающиеся прямые, проходящие через его центр. Завершив с первым примером, повторяю задачу другими кистями. Мягкая кисть, круглая кисть, ой, мягкая круглая кисть и жесткая плоская кисть. Я понимаю, что это не самое привлекательное упражнение. Однако наша цель не создать здесь часть портфолио. Упражнение – это отличный способ привыкнуть к использованию кистей и освоиться с горячими клавишами для изменения параметров.